Здравствуйте! Лекция номер 11. Тема проектирования локальных сетей. План. Цель проекта локальной сети. Проектирование сети может оказаться сложной задачей. Проектирование сети включает в себя нечто большее, чем просто создание связи между компьютерами. Для того, чтобы сеть была управляемой и расширяемой, требуется учесть множество особенностей. Чтобы спланировать надежную и расширяемую сеть, проектировщик должен осознавать, что каждый из основных компонентов сети предъявляет к ней свои особые требования. Даже сеть, содержащая всего 50 узлов маршрутизации, может создать целый комплекс проблем, которые ведут к непредсказуемым результатам. А попытка разработать и построить сеть, включающую тысячу узлов, может вызвать еще более сложные проблемы. Первым шагом в планировании сети является определение и документирование целей проекта. Названные цели являются специфическими для каждой организации или конкретной ситуации. Однако следующие требования характерны для большинства проектов. Это функциональность. Прежде всего, сеть должна работать. Это означает, что она должна предоставить пользователям возможность удовлетворения их производственных потребностей. Сеть должна обеспечить связь пользователей друг с другом и с приложениями, соответствующие требованиям скоростью и надежностью. Расширяемость. Сеть должна обладать способностью к росту. Это означает, что первоначально реализованная сеть должна увеличиваться без каких-либо существенных изменений общего устройства. Адаптируемость. Сеть должна быть разработана с учетом технологий будущего и не должна включать элементы, которые в дальнейшем ограничивали бы внедрение технологических новшеств. Управляемость. Сеть нужно сконструировать так, чтобы облегчить текущий контроль и управление для обеспечения стабильности ее работы. Аспекты, указанные выше, являются специфическими для одних типов сетей и более общими для других типов. Компоненты сетевого проекта. С появлением в последние годы высокоскоростных технологий, таких как ATM, режим асинхронной передачи и более сложных архитектур локальных сетей, использующих коммутацию и виртуальные локальные сети, многие организации стали обновлять свои локальные сети, планировать и внедрять новые. Для конструирования локальных сетей под высокоскоростные технологии и мультимедийные проложения проектировщику необходимо учитывать следующие важнейшие аспекты общего проектирования сетей. Функции размещения серверов. Определение коллизий. Сегментация. Соответствие широкополосных и широковещательных доменов. Функции размещения серверов. Одним из ключевых моментов успешного проектирования является правильное понимание функций серверов и особенности их размещения в сети. Серверы предоставляют доступ к файлам, печати, связи и службы приложения, таких как обработка текстов. Серверы часто используются не в качестве рабочих станций, а работают под управлением специализированных операционных систем, таких как NetWear, Windows, NTA, Unix и Linux. В настоящее время каждый сервер обычно выделяется для выполнения одной функции, например, функции почтового или файлового сервера. Серверы можно разделить на два отдельных класса. Серверы предприятия и серверы рабочих групп. Серверы предприятия поддерживают всех пользователей сети, предоставляя им различные службы, такие как электронная почта или служба доменных имен, DNS, как показано на рисунке 1. Поскольку серверы электронной почты и DNS выполняют централизованные функции, они могут понадобиться каждому члену организации. С другой стороны, сервер рабочая группа обслуживает определенную группу пользователей и предлагает им такие службы, как обработка текстов или совместный доступ к файлам. То есть функции, которые могут понадобиться только некоторым группам пользователей. Серверы предприятия должны размещаться в главном распределительном узле – Mind Distribution Facility – MDF. В этом случае поток данных на серверы предприятия будет идти только к MDF, не проходя через остальные сети. В идеальном случае серверы рабочих групп следует размещать в промежуточных распределительных узлах. Intermediate Distribution Facility – IDF. Возможности ближе к пользователям, использующим приложением этих серверов. Для этого им необходимо непосредственно соединить серверы с MDF или IDF. Если расположить сервер рабочих групп близко к пользователям, то поток данных будет проходить по инфраструктуре сети прямо к IDF, не затрагивая других пользователей в этом сегменте. Внутри MDF и IDF коммутаторы второго уровня должны иметь для этих серверов ширину полосы пропускания не менее 100 мегабит в секунду. Рисунки 1 представлены одной из различий между серверами предприятий и рабочих групп состоит в том, что серверы предприятий включают в себя необходимую службу. Сети Интранет Сети Интранет представляют собой одну из типичных конфигураций локальных сетей. Веб-серверы в сети Интранет отличаются от публичных веб-серверов тем, что без соответствующего разрешения пароля получить доступ к сети Интранет какой-либо организации невозможно. Сети Интранет спроектированы таким образом, что доступ к ним имеет только пользователи, имеющие права доступа к внутренней сети организации. Внутри Интранет устанавливаются веб-серверы, а браузеры используются в качестве общего средства доступа к информации, например, к финансовым, графическим или текстовым данным, хранящимся на этих серверах. Введение технологии Интранет является лишь одним из многих факторов, обусловленных использованием приложений и параметрами конфигурации и вызывающих потребности в увеличении полосы пропускания. Поскольку полоса пропускания сетевой магистрали должна быть расширена, сетевым администраторам необходимо также рассмотреть возможность приобретения мощных рабочих станций для более быстрого доступа к Интранет. Новые рабочие станции и серверы должны быть снабжены сетевыми адаптерами от 10 до 100 Мбит в секунду для обеспечения большей конфигурационной гибкости, которую позволит сетевым администраторам выделить необходимую полосу пропускания отдельным станциям. Обнаружение коллизий Для того, чтобы уменьшить количество коллизий и конкуренцию за доступ к носителям в процессе проектирования, следует принять взвешенное решение при выборе и размещении сетевых устройств. Под конкуренцией понимается чрезмерное число коллизий в сетях Ethernet, вызванное с большим количеством запросов многих устройств к ресурсам сети. Число широковещательных рассылок становится чрезмерным, когда слишком много клиентов обращается к службам, когда слишком много серверных пакетов предлагают службы или происходят многочисленные обновления таблиц маршрутизации, а также в случае наличия большого количества широковещательных сообщений и протоколов. Например, протоколы преобразования адресов ARP. Усил сети Ethernet получают доступ к среде, конкурируя с другими устройствами. В случае увеличения количества узлов, подключенных к общей среде, возникает ситуация, когда эти узлы пытаются передавать все больше и большее количество сообщений. И шансы одного узла выиграть эту борьбу значительно уменьшаются, в результате чего сеть захлебывается. То, что конкуренция как метод доступа не допускает расширения и не позволяет сети увеличиваться, является главным недостатком сетей Ethernet. Как показано на рисунке 2, количество коллизий растет с увеличением потока данных в сети с общим доступом. И хотя коллизии являются обычным явлением в сетях Ethernet, чрезмерно их число уменьшает доступную полосу пропускания, иногда весьма значительно. В большинстве случаев фактически доступная полоса уменьшается примерно на 35-40% по сравнению с номинальной, здесь мегабит в секунду. Это явление можно ликвидировать путем сегментации сети с использованием мостов, коммутаторов или маршрутизаторов. На рисунке 2 сети из шины топологии коллизий уменьшает доступную полосу пропускания. Сегментация Под сегментацией понимается процесс разделения одного коллизионного домена на два или более, как показано на рисунке 3. Мосты и коммутаторы второго канального уровня можно использовать для сегментации сети с логической шиной топологии, для создания разделенных коллизионных доменов. В результате увеличивается доступная полоса пропускания для отдельных станций. Вся сеть шины топологии по-прежнему представляет собой широковещательный домен, поскольку мосты и коммутаторы пересылают широковещательные пакеты, хотя их не распространяют коллизии. На рисунке 3 для сегментации сети используются маршрутизаторы и коммутаторы. Все широковещательные рассылки от любого хоста видны остальным хостам. В то же время широковещательным доменем, что необходимо для обеспечения возможности установления соединения. Расширяемый широкополосного домена зависит от общего потока данных. Расширяемый широковещательный домен от общего широковещательного потока. Важно помнить, что мосты и коммутаторы пересылают широковещательный поток, в то время как маршрутизаторы обычно этого не делают. Методология проектирования сети. Чтобы локальная сеть была эффективной и удовлетворяла потребностям пользователей, она должна быть спроектирована и реализована в результате тщательно спланированной последовательности действий, включающих следующее. Первое. Сбор требований и ожиданий пользователя. Второе. Анализ собранных требований. Третье. Проектирование структуры первого, второго и третьего уровней локальной сети, то есть топологии сети. Четвертое. Документирование логической и физической реализации сети. Сбор требований. На первом этапе проектирования сети следует собрать данные о структуре организации. Эта информация должна включать в себя данные об истории текущих состояния организации, о планируемом росте, о методах управления, офисных системах, а также мнении членов персонала, которые будут использовать локальную сеть. Необходимо ответить на следующий вопрос. Кто будет пользователем локальной сети? Каков уровень его навыков? И как он относится к компьютерам и компьютерным приложениям? Ответы на эти подобные вопросы помогут определить требования к дополнительному обучению и количеству специалистов, необходимые для поддержки данной локальной сети. В идеальном случае процесс сбора информации помогает определить и прояснить проблемы, состоящие перед проектировщиком. Следует также определить, существует ли в организации уже установленное правило. Объявлены ли какие-либо данные как критичные? Объявлены ли какие-либо операции как критичные? Критичные данные и операции рассматриваются в качестве ключевых для бизнеса, а доступ к ним является критически важным для ежедневно выполняемых дел. Какие протоколы можно использовать в сети? Существует ли ограничение на типы рабочих станций? Далее, следует определить, кто в данной организации обладает полномочиями на установление адресации, назначение имен, на установку конфигурации и планирование топологии. В некоторых компаниях имеется Центральный департамент управления информационными системами УИС, который отвечает за решение этих вопросов. В других компаниях департамент УИС очень мал, и поэтому полномочия передаются отделам. Ресурсы организации, которые могут повлиять на реализацию новой локальной сети, подразделяются на две основные категории – компьютерное, программное и аппаратное обеспечение и человеческие ресурсы. Нужно документально зафиксировать существующее программное и аппаратное обеспечение организации и то, которое потребуется в будущем. Каким образом в настоящее время эти ресурсы связаны и представляются ли они для совместного доступа? Какими финансовыми ресурсами обладает данная организация? Ответ на эти вопросы поможет оценить издержки и рассчитать бюджет локальной сети. Проектировщику следует также убедиться в правильном понимании им того, насколько эффективны сети, уже существующие на предприятии. Анализ требований Следующий шаг при конструировании сети – анализ собранных на предыдущем этапе требований пользователей к будущей сети. В течение времени пользователи сети, как правило, повышают свои требования. Например, чем больше появляется доступных голосовых и видеоприложений, тем большими становятся требования к увеличению пропускной способности сети. Еще одной задачей данного этапа является оценка требований пользователей. Конечно, малопригодна сеть, которая не способна предоставить своим пользователям необходимую точную информацию. Поэтому необходимо предпринять соответствующие действия для удовлетворения информационных требований организации ее работников. Доступность и поток данных сетей Полезность сети определяется ее доступностью. На доступность влияют многие факторы, включающие следующие – пропускная способность, Время открика, доступ к ресурсам. У каждого заказчика есть свое определение доступности. Например, может быть необходимость передавать голосовые или видеоданные по сети. Однако подобные службы требуют полосы пропускания больше, чем имеющие в сети или магистрали. В этом случае доступность можно увеличить путем добавления ресурсов. Но такой путь значительно увеличивает стоимость. В процессе сетевого проектирования необходимо искать способы обеспечения большей доступности с наименьшими затратами. Списк использованной литературы. Списк использованной литературы.